Привет всем! Сегодня я хотела бы приготовить сырники и сыра тофу. Очень было много запросов, что же можно готовить из тофу, кроме как запекать его в соевом соусе и делать в вкуснейших азиатских соусах. Поэтому, сегодня я хотела бы попробовать приготовить вместе с вами сырники на основе тофу с изюмом и каким-нибудь потом подать вкусным джемчиком. Итак, приступим. Для этого нам нужно поместить тофу в блендер и перемешать его с мукой, бананом и потом добавить изюм. Для этого можно размять тофу вилкой, а можно, как я, поместить его в блендер, добавить туда спелый банан. 3 столовых ложки муки. Можно добавлять кукурузную муку, можно добавлять рисовую муку. В моем случае я добавила обычную муку высшего сорта. Итак, когда мы все добавили, нам нужно хорошенечко это все перемешать. Вот у нас получилась вот такая однородная масса, похожая на творожную. Очень нежная, мягкая. Если нам не будет хватать... Если в этой массе у вас немножечко будет много воды, можете добавить ложечку крахмала или немножко макнуть. Это придаст немножко густоты. В моем случае это получилось вот так вот. Из нее будет очень удобно убить наши будущие сырнички. После того, как мы перемешали нашу пасту, тофу с бананом, я хочу добавить немножко сахара. Сахара можно добавлять на ваш вкус, но вы должны понимать, что он немножко может расплавиться и дать влаге. Я добавлю ложек 6-7. Добавлю мой любимый изюмчик. Люблю сырники с изюмом. И хочу добавить немножко корицы. Причем хочу рассказать вам небольшой лайфхак. Я корицу делаю сама. Просто перемалываю в палочки корицы в кофемолке. Она, кстати, имеет абсолютно другой вкус, чем та молотая, которую продают в супермаркетах. У нее более ярко выраженный вкус. Она немножечко дает кислинку. Ну, на мой вкус, это более настоящая корица, чем та пыль, которую мы иногда покупаем. Вот. Поэтому, если у вас есть возможность, я вам советую все-таки перемалывать палочки корицы самостоятельно. Либо в блендере, либо в кофемолке. Это будет значительно вкуснее. Я думаю, вам понравится больше. Вот видите, паста получилась немножечко такой вот влажной. Я, наверное, все-таки добавлю чайную ложечку кукурузного крахмала. Для того, чтобы вот эта вот влага, она немножечко у нас ушла. Вот так вот немножко. После того, как мы добавили наш немножечко кукурузного крахмала, мы это перемешиваем. Приступаем к нашим сырничкам. На разогретую сковородку. Я обычно жарю сырники на оливковом масле. Вы можете жарить их на кокосовом масле или на сливочном. Видите, после того, как мы добавили крахмал, вода немножечко ушла. И тесто стало такое немножечко густенькое. Потому что, в принципе, вы можете делать... Воды меньше будет в тесте, если тофу немножечко предварительно отжать. Убрать с него лишнюю воду. Было не очень много времени для этого. Тофу был сегодня свежий, который я купила. И мне некогда было его отжимать. Или ждать, пока вода вся с него вытечет. Поэтому я добавила немного крахмала. Это ничего страшного. На вкусовые качества это не повлияет. И на пищевую ценность тоже. Выкладываем наши сырнички. Стараемся, чтобы они приобретали форму шарика. Кстати, интересный такой факт. Недавно вычитала. Вы можете оставить после окончания этого видео комментарий свои и свое мнение по этому поводу. Что, оказывается, тофу нельзя есть сырым. Я еще не вдавалась в подробности, почему этого нельзя делать. Но почему же мы его и едим в основном? То соусами, то запеченные, то приготовленные на сковородке. Оказывается, потому что его нельзя употреблять в сыром виде. А может быть и можно? Просто он невкусный. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. После того, как мы выложили наши шарики на сковородку, я вам рекомендую накрыть это все крышкой. И получается, чтобы где-то минут по 10 с каждой стороны наши сырнички будут жариться. Потом мы их перевернем и заложим в следующую пар. Когда вы накрываете крышкой, то влага, которая остается в тесте, она сохраняется внутри. И вообще, на мой взгляд, сырники становятся более сочными, более мягкими, более вкусными. Итак, наша задача обжарить наши сырнички до золотистой корочки при небольшой температуре. Кстати, хотела вам немножко рассказать, пока жарятся сырники. Вы знаете, что вообще сыр тофа готовят из соевых бобов? Из этих соевых бобов сначала готовят соевое молоко, а потом при помощи термообработки, ну, как творог, так сказать, получают сыр. Но, благодаря тому, что соевые бобы очень низкокалорийны и содержат очень много белка, то получается, чем ценен сыр тофу? Сыр тофу ценен за счет своей низкокалорийности и содержания белка высокого. И практически в нем нету жиров, как в животном сыре. И это очень хорошее блюдо для девушек, которые хотят похудеть, которые следят за своим весом. Также, конечно же, для вегетарианцев, которые не едят молоко. Кстати, для людей, которые не переносят лактозу. И в целом для всех людей, которые любят азиатскую и китайскую кухню. Кстати, впервые его уже научились делать, этот сыр, несколько тысячелетий назад. Кстати, у многих тофу ассоциируется в первую очередь с японской кухней. И все же родина тофу – это Китай. Итак, если продолжать историю сыра тофу, то существует несколько очень известных легенд по поводу образования самого сыра и блюд, связанных с ним. И вот, к примеру, одна из них. Говорят, что в Китае один придворный повар в пикантности ради решил добавить в пире из соевых бобов специальное вещество – нигари, что в переводе с японского называется «горький сок». Это концентрированный солевой раствор с приятным ароматом, который получается после выпаривания морской воды. И вот, итак, несложно догадаться, что же произошло в итоге. Произошла обычная химическая реакция. И в результате пюре свернулось и превратилось в нежную, белую, упругую, блестящую пасту. С текстурой, напоминающей крем. И, между прочим, эта паста настолько пришлась по вкусу самому императору, что вскоре завоевала сердца всех китайцев в округе. И назвали эту пасту «тофу». Вот, в принципе, и все. Присыпем наши сырнички сахарной пудрой. И вторую легенду про сыр тофу я вам расскажу в следующем видео. Кстати, на моем канале есть прекрасное видео рулета с сыром Филадельфии, что тоже немножечко приближает нас к лосточной кухне. Жду ваших комментариев. И все-таки, знаете ли вы, почему тофу нельзя есть сырыми? Или можно? Вопросик.